Дорогие друзья, мы приветствуем вас на нашем канале и благословляем вас любовью и благодатью Иисуса Христа. Пусть мир, праведность, покой Божий, он изобилует внутри вас, среди вас, в ваших семьях и там, где вы есть. И сегодня мы хотели бы поговорить и поразмышлять с человеком, с нашим братом, он для нас очень дорог, мы недавно познакомились, его зовут Александр. И мы бы хотели послушать вместе с вами его свидетельства, короткое свидетельство и относительно его свидетельства, мы с вами, чтобы извлечь что-то доброе в нашу жизнь, добрый плод, мы с вами, я в вашем лице задам Александру некоторые вопросы. И я вот представляю брата, я рад приветствовать тебя, хорошо, что мы познакомились, повстречались и это вообще, сама встреча, она была свидетельством лично для меня и я думаю и для тебя. Здравствуйте, формат для меня, так скажем, новый, ну, как бы попробую, все в простоте, все это как бы, просто в простоте, я рада, передать информацию, которую я, ну, реально, которую я, как бы, ношу себе, как, 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 с Иваном мы общаемся, разговариваем, он говорит, как прочитанное письмо, как послание. Ну, коротко расскажу о том, как со Христом встретился, я из бывших зависимых, долгое время пребывал в зависимости разного рода там, то есть не было, чтобы там, чего-то одно, но что-то больше преобладало, что-то меньше, в разные, короче, сезоны моей жизни, по-разному все происходило. От этого, в общем, все усугублялось, проблемы в семье, со здоровьем, ну, в общем, кто, кто понимает, что такое зависимость, или там у кого-то, может быть, есть люди, кто в зависимости, те понимают со всеми вытекающими, об этом, в принципе, долго рассказывать иначе. Все это привело к тому, что я внутри себя имел, ну, реально, вот сказать, библейским языком, скот, просто потому что, ну, уже сам от себя уставал, ну, реально устал, потому что, как бы, ну, все родные вокруг меня, они тоже, получается, страдали, реально страдали, потому что, то есть, ты покоя не даешь никому, в том числе и себе. Ну, Бог, через это, через все, как-то, ну, реально, любящий Бог, он меня через это, через все, как бы, стал со мной разговаривать, там, через обстоятельства. Первый самый раз я задумался о Христе, когда мне было 10 лет, и получилось так в моей жизни, что мой отец повешился, ушел в жизнь, я его нашел на петле, я тогда задал реально вопрос. Я реально нашел его в петле, то есть, там, и я задал вопрос реально, для чего мы живем, в чем смысл жизни вообще, как бы, ну, если можно вот так вот просто, как бы, взять и в молодости лет с собой, ну, и там, разные моменты были, то есть, как бы, и вот, в конечном счете, я к чему это говорю, то, что, как бы, я начал потихонечку наблюдать, скажем так, руку, боже, ну, стал об этом размышлять. Где-то даже помню детскую Библию, там, нашел, как бы, какие-то моменты читал, много вообще не понимая. То есть, ну, Бог со мной постепенно работал, и в один из моментов пришло так, что я начал опять, прям, ну, по-серьезному употреблять вещества, и уже в этой западне, в этой петле, как бы, я опять воззвал Бога, говорю, Господи, ну, помоги мне, потому что, ну, вот, читаю уже Библию в тот момент, я читал уже так, как бы, ну, более, скажем так, постоянную. И я Богу просто, как бы, ну, 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 просто реально воззвал, ну, Господи, ну, освободи меня, потому что, как написано в Писании, я так не могу, ну, нету ни силы, нету ничего для этого. То есть, я хочу, но не могу. Я утром просыпаюсь с надеждой, что вот, ложусь точнее, что завтра начнется новый день, а утром просыпаюсь, ничего нового. То же самое, абсолютно. И Богу прям реально в простоте сказал такие слова. И, Господи, давай так, как бы, я либо пан, либо пропал, потому что, ну, по-другому я уже просто не нахожу, как вообще жить на этой земле. Это мне на тот момент было, наверное, 32 года, потому что встретился я с Богом по-настоящему в 33-м году. И потом получилось так, там, очень сильно все завернуло, и в конечном счете я приехал в центр реабилитации. Приехал в центр реабилитации, и там еще, ну, тайно продолжал там пару дней употреблять, и в один из таких дней ко мне пришел, как бы, ну, реально, Господь. Пришел, и у меня было такое переживание, что, вот, я чувствовал его присутствие, я его не видел, но чувствовал его реально, реальное присутствие, и реально ощущал теплоту. То есть я понимал, что, как бы, ну, не осуждение пришло, реально, ну, как-то вот так вот все происходило. И я увидел себя на расстоянии буквально метра полтора, еще себя одного, как будто бы я вышел из себя и вижу себя со стороны, да, со стороны. И слышал внутри себя реальный голос, который меня спрашивает, кого ты видишь? И я назвал себя всего одним словом, назвал себя мерзостью, потому что вот то, что, ну, было внутри меня, вот, ну, по-другому не было назвать. И на тот момент это, ну, реально, ну, библейский текст был. Я упал на колени, я покаялся Богу, я плакал, и это были и слезы счастья, радости, и реального того, что, ну, я грешник. То есть я ощутил, что я реально свободен от наркотиков, как вот камень из души просто, ну, правильно. То есть я оттуда стал совершенно другим человеком, реально произошло перемена мышления, то есть, ну, и такая была любовь. Первые две недели я вообще просто любил всех, просто любил, я любил жизнь просто, я вот, ну, просто было обновление. После тем более того, что я на протяжении, там, ну, нескольких лет уже был в таком состоянии, там, постоянно, как бы, в дурмане, все остальное. Тут просто пришла настоящая свобода в трезвости во всем, то есть, ну, ну, прям ликовал, прям реально ликовал. Ну, так, церковь, как бы, ну, после реабилитации церковь, как бы, ну, начал служить все эти моменты, то есть. А вот скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, вот эти первые дни, первые, так сказать, две недели я просто летал, у меня вот к тебе вопрос, этот полет, он у тебя продолжается, или что-то, может быть, ты, так сказать, подугас, подостыл, или что ты, как сейчас, на сегодняшний день ты проживаешь свою жизнь, не считаешь ли ты себя счастливым человеком в Боге, который ты, как говоришь, да, постричался с Ним, сегодня, на сегодняшний день? На сегодняшний день, Иван, смотри, как бы, ну, есть, ну, получается, с тринадцатого года я, да, вот, уверовал в Господа, разные были обстоятельства, но на сегодняшний день я не прекращаю реально изучать, размышлять, описание обо всем, потому что, ну, как, как написано в Библии, я понял такой момент, написано слово, по-моему, это Петр сказал, когда Иисус у него спрашивает, ну, то есть, может, и вы уйдете, там, по-моему, после момента, когда... Не хотите ли его оставить? Да, 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 и Петр такую, по-моему, Петр сказал такую вещь, говорит, то есть, куда идти у тебя глагол в вечной жизни? И, то есть, я, как бы, не о том, что хочу куда-то уйти, а просто, как бы, ну, на данном этапе занимаюсь, как бы, людям помогаю, как, ну, реабилитация, и получил такое откровение через братьев, которым, вот, я там, слушаю, и они потом все бросают, уходят в мир под предлогом, я буду устраивать жизнь, я задаю вопрос, объясните, научите меня, вот, я вот иду, да, может, я неправильно думаю, научите меня, как можно устраивать жизнь без Бога, в общем, как можно устраивать ее без Христа, поэтому сейчас со всеми вытекающими разными обстоятельствами мы проходим, и, ну, разные в жизни бывают вещи, то есть, ну, я, как бы, ну, не перестаю, как бы, искать Бога по-настоящему, любить и все остальное, то есть, этому научатся, ну, в этом и бывает. Ну, то есть, другими словами, ты не представляешь сегодня, на сегодняшний день жизнь вне Бога, да? Я и не хочу, да, я прям просто не хочу, поэтому, как бы, ну, постоянно в познании, постоянно в размышлениях, ищу людей, которые также размышляют, как я. А вот у наших телезрителей зачастую возникает вопрос, то есть, как это, как проживать на практике жизнь вместе с Богом, в Боге, что это в твоем понимании? Вот, грубо говоря, как сегодня выглядит твой сегодняшний день, как ты проживаешь сегодняшний день в Боге, чтобы люди, наши зрители, они также, ну, то есть, другими словами, передай свое послание жизни в Боге, то, что ты имеешь людям, чтобы они захотели, так же, как и ты, проживать сегодняшний день, на сегодняшний момент жизнь в Боге. Потому что, так или иначе, брат дорогой, я тоже какое-то длительное время в церкви, и в церкви я также встречаю людей, мягко говоря, несчастных. То есть, какой совет ты дашь этим людям? Вроде человек говорит, я верующий, да, у него спросишь, я верую, все, но мы видим, что по факту, и человек от избытка сердца говорит нам такие слова, слушай, мне очень тяжело и плохо, несмотря на то, что он человек верующий. Вот твои рекомендации, как ты проживаешь, твое свидетельство проживания жизни в Боге? Ну да, Иван, Иван, слушай, ну, то есть, на самом деле, да, вот о чем, как бы, ты говоришь, я с этим столкнулся, то есть, как бы, я ему сейчас, ну, как бы, скажу такую вещь, ну, я вышел из системной, этой религиозной, из этой системы. Я из нее вышел уже, наверное, почти 4 года, как может быть, ну, там, плюс-минус. Я вышел, потому что именно столкнулся с тем, что хочешь быть счастливым, реально, хочешь быть счастливым, хочешь быть свободным, но тебе, как будто бы, как этого не дают, бьют по рукам и объясняют это тем, что нужно что-то там обрезаться, смиряться, то есть, что жертву Христа, как будто, не хватает для того, что, ну, потому что я помню свое состояние, какого я пережил при встрече с ними. То есть, я был свободен, я был абсолютно свободен. Тогда, когда ты летал? Да, я летал на крыльях, как бы, ну, да, это, конечно, со временем, может быть, какие-то вещи угасают, уже так ярко ты это не видишь, там, какие-то моменты, но Бог научил меня в каждом дне просто видеть, ну, его руку. То есть, если ты, даже бывает, ну, мы же, ну, как сказать, мы же не живем постоянно, ну, у нас все прям сладко и гладко, но есть разные моменты, которые, то есть, я даже какие-то скорбные вещи прохожу обязательно со Христом, потому что, ну, по-другому никак. И когда приходят какие-то обстоятельства, допустим, было так, что переболели ковидом в этот момент, и было очень, ну, реально переболевал, ну, реально, это переболевал очень, ну, сложно все. Болезненно. Да, да, и ставил уколы, ставил своей жене, мы болели одновременно, ей легчало, мне становилось хуже, и аллергия, и все, 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 и в один из дней я поставил уколы, у меня прям, ну, начался паническая атака. И я сел, и я начал понимать, что этот страх овладевает моей головой, реально моим сознанием, и я, ну, я понимал, что-то, ну, ненормальное. Я стал называть, я вспомнил 90-й псалом, что живущий под кровать, священному младению всемогущего покоится. Я встал на это слово, и я стал молиться, и это все просто, ну, реально рассеялось. Поэтому вот, ну, в своей жизни я вот применяю вот эти вещи, да, как бы, ну, служу людям. Ну, не все всегда получается, то есть, ну, когда ты видишь во всем руку Божию, то есть, не нужно зацикливаться на ком-то, нужно, как Павел говорит Тимофею, изучай внутренность свою, изучай Писание, смотри вот на это, на все, и на Христа, и тогда реально ты будешь видеть направление, куда идти. Бог тебя, Он направит, Он тебя не оставит. Поэтому я даже сейчас, ну, встречу с тобой, я вижу, что это Божия рука меня направляет, то есть, как бы, я взываю Ему в каких-то моментах, в каких-то обстоятельствах, задаю вопросы, и потом просто жду, что происходит в моей жизни, да, и наблюдаю, то есть, все. И потом исследую, мое, не мое, Бог нам дал разум для того, чтобы мы реальным пользуемся, не просто, чтобы мы кого-то слушали, а для того, чтобы ты реально был хозяином своей жизни вместе со Христом. Другими словами, посредством Бога, ты начинаешь, ты как раз таки и начинаешь проживать свою жизнь, именно свою, не чью-то. Вот ты сказал, что, я извиняюсь, да, ты сказал, что тогда ты стал, ты почувствовал свободу тогда, когда ты вышел из определенной системы. У меня к тебе вопрос, то есть, что это такое, в твоем понимании, система, из которой ты вышел, потому что наверняка даже телезрители, они зададутся вопросом, слушай, может быть, и я нахожусь в каком-то таком состоянии, что мешает мне войти в свою судьбу, в судьбу Божьего чада, и начать проживать свою собственную жизнь, и быть счастливым человеком. Потому что, так или иначе, мы имеем много опыта, но, слушая тебя, я понял, что важно иметь именно собственный опыт, и он бывает разный. То есть, не всегда все гладко, с твоих слов сказано, то есть, но, вот именно относительно, я извиняюсь, что я так зацепился, да, за это, но потому что люди задают, зрители задают часто вопросы, что нужно сделать, братья, чтобы мне все-таки стать поистине, по-настоящему свободным. Мы знаем с тобой библейский ответ, мы знаем с тобой ответ, который дает нам Христос, написано, что если Христос освободит, истинно свободным будет человек, да, истинно свободны будете. Я это услышал у тебя, что ты сказал, я проживаю жизнь во Христе, и без него, без его руки, без руки Божьей, я не смогу, я не вижу будущности. И ты процитировал 90-й благословенный псалом, да, но именно я бы хотел, чтобы ты прокомментировал, что в твоем понимании система, выход из системы, и, то есть, и как ты, как ты прошел этот момент? Да, если прям брать глобально, чтобы, ну, людей, это прям мои переживания, я об этом думал, поделюсь как можно коротко, чтобы у людей не сложилось впечатление, что система, ну, это прям, ну, прям, это ужас. Я скажу так, я размышлял, да, по этому поводу, вот смотрите, Господь наш, да, все сотворил прям, ну, прекрасно. И чудно, чудно, прекрасно, и вот мы все уже знаем, благодаря вот науке, всем вещам, что есть солнечная система, есть планеты, то есть, как я размышлял, просто берюсь, есть солнечная система, есть планеты, и все устроено, вся эта система, наша земля и законы, они устроены для чего? Для моего комфортного обитания здесь, Господь все устроил. Но с чем столкнулся я в религиозной организации, я так ее называю, по-другому не могу, потому что церковь, это церковь, это собрание людей, организация, это организация. То есть, это когда система ставит свои приоритеты, то есть, не для человека, как устроил все Господь, а человек для системы. То есть, нужен тот, который придет и будет на нее пахать. Это не то, это совершенно-таки, и как я это увидел, потому что, ну, в Писании ты читаешь одно, по факту ты видишь другое. Начинаешь задавать вопросы, и как бы тебе говорят, слушай, ну, ты неправильно понимаешь, тебе нужно обрезаться, нужно понять. И тебе пытаются навязать тот образ мысли, который, почему вот так вот, ну, я задавался вопросом, да, почему так, ну, Павел в Коринфянам, и сейчас мы это видим, много Аполлосовых, Павловых, то есть, сейчас ты назовешь по-любому, пятидесятники, харизматы, баптисты, много всех. Потому что каждая система, это как точильный карандаш, это вот то, к чему я пришел. И ты, как карандаш, приходишь, и тебя затачивают именно под то, как они хотят тебя видеть. Вот, и это мне как бы прикидет, потому что я свободный человек, и я хочу быть тем, как меня видит Господь, да, то есть, ну, со своими талантами, со своими, может быть, какими-то неровностями, не потому что, ну, мы разный характер, Петр, он может, достал, да, муха отсек, но тот же Петр по воде пошел. И вот то, что касается меня, я просто сделал шаг, я понимал реально, что, как бы, ну, были страхи, определенный боязнь, я стоял на молитве, реально понимал, как бы, такую вещь, что если я соглашусь с этой системой, которая, то есть, ну, мне навязывают, то я буду успешен в этой религиозной организации. Ты станешь частью системы. Да, то есть, я, возможно, даже буду успешен, потому что, как бы, ну, буду делать то, как мне так говорят, то есть, ну, будешь какие-то иметь определенные бонусы, да, какие-то поощрения. И в этом принципе нет ничего плохого, если это касается организации, но я говорю про организм, как церковь, как тело Христа, это организм, и каждая, каждая клетка, каждый член работает на пользу другого, другого. Не для того, чтобы ты просто, как бы, ну, выполнял то, что тебе говорят, а чтобы ты любовью делал для тебя что-то, и ты для меня в ответ, чтобы была видна любовь. Система эту любовь, как будто бы, ну, отнимает. То есть, сначала, вот, как ты говоришь, ты какое-то время летал, потом система у тебя, тебя лишает этого полета, да, приземляет. Грубо говоря, говорят тебе, ты приземлись, ты приземлись, но Христос, Он продолжает делать тебя счастливым, не лишая твоего полета. Ну, и почему еще вышел брату, скажу тебе по-честному, потому что, ну, смотри, ситуация такова, то есть, ты пребывая в системе, да, если ты будешь в этом во всем прибывать, что я обратил по себе, если ты будешь во всем этом прибывать, очень сложно иметь правильное отношение к людям, потому что там реально тебя почему-то постоянно пытаются чего-то обрезать. Почему так происходит? Не знаю, ну, я думаю, что, скорее всего, для того, чтобы ты был удобен, то есть, ну, заточить тебя так, как нужно. Не хотят принимать тебя таким, какой ты есть, не хотят, то есть, ты такой не нужен, ты не нужен со своими эмоциями. Вот у меня, я человек очень эмоциональный, и порой я могу, допустим, в каких-то вещах, даже на вот мы будем размышлять о слове, где-то мы можем, ну, я могу быть эмоциональный, но это не говорит о том, что я тебя не люблю и сейчас, это говорит о том, что это просто моя черта характера, а другой человек, он может быть спокойный и выдержанный. Ну, у меня даже пришли такие моменты, когда я какие-то вещи отзвучу эмоционально, это моя, ну, это моя внутренность, на меня так обращали внимание, ты так не должен делать, ну, почему я так не должен делать? Это вы так решили, или кто, или как? Почему вы так думаете? Почему вы не принимаете меня таковым, какой я есть? Как ты считаешь, вот, много людей, как много людей пострадали в результате вот такой системы, ну, мы ее уже назвали, да, системы религиозной, мы знаем, что кто-то из авторов сказал, что религия это как опиум для народа, и люди находятся какую-то, вроде бы они летали-летали, потом входят в состояние, когда они приземлились, много ли людей пострадали в результате влияния системы, влияния религии, собственно говоря, тогда, когда человека лишили права думать и размышлять, быть самим собой, на твоем опыте, много ли людей пострадало относительно религиозной системы, ты сказал, что предлагает система определенному обрезанию, но мы с тобой, зная Писание, знаем, откуда ноги растут, как говорится, обрезание предлагала другая определенная система, она называлась система закона, то есть мы сегодня называем вещи своими именами, может быть и в результате смешения систем, системы закона и благодати, сегодня тогда, когда тебя любят и завтра тебя наказывают, может быть и в результате этого многие люди пострадали, как ты видишь эту ситуацию, и много людей, они пострадали в результате религиозной системы. Ну да, вопрос такой, хороший, Ваня, слушай, ну я знаешь, как отвечу, что меня, если честно, волнует еще и то, что люди до сих пор перестают, ну не перестают страдать, потому что система, она никуда не делает, мне пришлось из нее выйти, потому что я набрался смелости, да, потому что та же система мне говорила, если ты от нас уйдешь, ты все, ты в падении, ты еретик, там все остальное, ты бросил Бога, ты в церковь не ходишь, и я тогда задал вопрос, как я могу не ходить в церковь, если я есть часть тела Христова, и где бы я ни находился, как вот там Петр, братья были в тюрьме, церковь молилась за них в доме, и они же являлись частью церкви, то есть церковь это община, и поэтому мне пришлось выйти, потому что система, она, ну не принимает, и люди до сих пор страдают, сколько до меня пострадало, то есть кто-то с этим сменился, кто-то что-то принял, каждый свое выбирает, то есть каждый человек выбирает свое, я делюсь тем, как вижу я, и я думаю, что, ну, что-то должно измениться, Господь должен как-то вот поколебать, что ли, церковь, в целом, чтобы, ну, поняли, что мы не должны губить людей, вот, ну, благодаря тому, какие мы выстроили себе планы, проекты, у меня всегда интересно было, когда вот какие-то, ну, я однажды на молитве просто стояли, молились, я вот как будто размышлял, думаю, ну, вот, то у нас проект, это у нас проект, это у нас проект, это проект, как какую-то нереальная организация, где Христос в этом во всем? проект, да, да, где Христос в этом во всем, где просто жизнь, где просто встречались по домам, имели общение, имели любовь, где вот это все, потому что, ну, вот это вот все и приземляло, и потом ты, когда начинаешь видеть вещи, которые, как бы, ну, в Библии вообще, ну, так, ну, они по-другому, ну, я просто назову прям вот просто примеры, когда были вместе, собирались по домам, преломляли хлеб, кушали, и ты в конечном виде, в счете, что просто-напросто определенная кучка людей за столом полный меярд сидят, как бы, вкушают это все, ты задаешь вопрос, а почему это бабушка-бабаварина мне вкушает это? И во мне сейчас, что все понимали, говорить не обида, я сам, изначально даже, я несколько раз был за этим столом и кушал, у меня от этого пришли помышления, почему так, потому что Библия говорит, что все мы братья, все мы братья, почему так происходит, почему так происходит, потому что вот эти финансы же, те же финансы, взять вопрос, которые собираются в системе, да, они почему-то уходят, ну, на какие-то нужды определенных лиц, почему люди об этом не говорят, они находят какие-то объяснения, но тут же бабушка ко мне лично подходит женщина, она, ну, уже для меня бабушка, и просит денежку на хлеб на этом же служении, и я, когда ей даю, мне потом подходят и говорят, почему ты ей даешь как-нибудь финансовую, потому что, ну, у нее есть нужда, да у нее проблемы, там, у нее там проблемы, там, то-то, то-то, и говорю, так, ну, так надо помочь, я говорю, что я делаю не по писанию, что я делаю плохо, ты, типа, ей не помогаешь, в смысле не помогаешь, но у нее сейчас еще разум не просветился, ну, да она не понимает, какую-то ситуацию, и я помогаю тем, чем я могу, то, что может, рука по силам моя, то есть, как бы, ну, у меня даже вот с этим были, вопросы, мне пытались объяснить, что, ну, не нужно этого делать, и как бы и получается, по системным меркам я поступаю не по-библейски, а вот так как я размышляю, я поступаю по-библейски, вот. и ты, соответственно, ну, непроизвольно становишься, находишься перед выбором, тебе поступить так, как, грубо говоря, показывает тебе Бог, либо стать частью системы, и я правильно понимаю, ты принимаешь решение выбрать позицию Бога, двигаться на стороне Бога, даже там, ну, смотри, у меня к тебе следующий вопрос, ты вышел из системы, кто-то, возможно, сейчас твое свидетельство, слушая тебя, примет решение увидеть ситуацию, к примеру, он находится в такой же, в такой же системе, в такой же ситуации, его жизнь, она не становится лучше, она становится изо дня в день, наоборот, сок исчезает, становится хуже, и человек приходит в тупиковое состояние, и когда он задает вопросы, ему не дают ответы, а лишь, грубо говоря, указывают на дверь или вешают ярлык еретика или бунтаря, мне, у меня к тебе вопрос, он интересует и меня, ты знаешь, в какой-то степени я получил ответ относительно этого, но так как сегодня мы вместе совместно размышляем относительно этого, я не могу тебе его не задать, потому что мы не можем оставить зрителя со знаком вопроса, но вы вроде поговорили, и где ответы, где ответ, у меня к тебе вопрос, если ты вышел из системы, ты увидел ее не работающий, не приносящий доброго плода, и более того, лишающий тебя статуса, лишающий тебя человека на размышления, на принятие каких-то решений, куда сегодня зрителю, слушателю, какой ты ему предложишь выход, что ему делать, если и он сейчас поймет, что, слушай, я тоже не могу находиться в таком состоянии, кто-то в таком состоянии находится не один год, и даже не десяток, я встречаю людей, которые уже много лет находятся в состоянии угнетения, у меня, извиняюсь, у меня даже язык не поворачивается, сказать, в церкви в состоянии угнетения, я еще не могу это, извиняюсь, сопоставить у себя в голове, потому что я вижу церковь, Иисус говорит, я создам церковь мою, и врата ада, другими словами, сатана, он никогда ее не одолеет, вот, кстати, размышления относительно ада, я создам церковь мою, и врата ада, Иисус дает нам гарантийный талон, никогда церковь, и у меня внутри возникает вопрос, вообще, а церковь ли это? потому что, слушая тебя, я понял, что церковь, это люди, аминь, это не организация, это люди, живые судьбы, аминь, и никто не может лишить права, лишить человека на право его судьбы, тогда, у меня вопрос, что делать этому человеку, который находится в тупиковом состоянии, относительно пострадавшей, относительно каких-то религиозных убеждений, да каких-то вообще, собственно говоря, амбиций, пастора, служителя, епископа, тогда, когда они ему говорили, либо ты поступишь так, либо нет, никак, у меня, пожалуйста, к тебе вопрос, как ты видишь, что делать? Ну, я как бы однозначно прям не скажу, потому что, ну, как уже мы сегодня говорили, что мы каждый, это реально индивидуальность, это личность, то есть, невозможно применить то же самое в тебе, и ко мне одинаково, ситуации разные, то, как происходило у меня, вот по поводу статусности каких-то вещей сказал, то есть, как бы, я задавал Богу вопрос, тут я нахожусь, почему так происходит, и прекрасно понимал, что если ты смиришься с этим совсем, то, что, ну, как бы, тебе, скажем так говоря, то будешь иметь успех в этой организации, если же нет, и были переживания, я же человек, то есть, я говорю, откровенно открыто, были переживания, то есть, что ты будешь выброшенный, скажем так, ну, за лодку и все остальное, и когда я об этом размышлял, и стоя так же на молитве, и я понял одну вещь, Господь говорит, слушай, вот я реально объявлюсь, то, что получил я внутри себя, Господь говорит, слушай, оставь это все, не ограничивайся кафедрой, потому что я призвал тебя идти проповедовать всем народом, то есть, не ограничивайся этими вещами, вообще пойми, что, говорит, я, говорит, вижу вообще все по-другому, вот у меня это так произошло, и я, как бы, этим, этим я утешился, то есть, утешился этим реально, потому что Бог со мной говорит, то есть, и это, это еще раз говорит о том, что нужно поступать, как Он говорит, если хочешь реально быть успешным, поступай, как говорит Господь, поэтому ситуации, они у всех индивидуальны, и если, секунду, вот одно хочу сказать, и если у кого-то возникают вопросы, да, как бы, вот как у меня, я на протяжении, почти уже четырех лет, сегодня уже говорил, я задавался вопросами, были разные обстоятельства, то есть, и были даже потуги там обратно вернуться, в эту систему, ну, в эти все моменты, понимая, что церковь, это, ну, общение с людьми нужно, но Бог верит, Бог верит, Он дал мне сейчас людей, слава Богу, вот для вас, с которыми я реально могу об этом говорить, и на протяжении всего моего пути, Господь всегда мне давал людей, которые так или иначе, они поддерживают, как бы, ну, понимают, даже не сказал, поддерживают, понимают точку зрения, то есть, Бог никогда тебя не оставит, каких бы, в этой ситуации не было, то есть, и просто нужно какие-то вещи проходить, и я думаю, не знаю, как Ивану, будет, нет, может быть, под, под видео оставить ссылочку, может быть, с WhatsApp, хоть моим, хоть с вашим, чтобы люди могли обращаться, и уже, вот, в индивидуальной беседе, конкретных обстоятельствах, потому что обстоятельства все разные, я через одно увидел это, через другое, мы видим, мы все это видим, но обстоятельства, через которые мы увидели, разные, и важно, вот, в конечном счете, сейчас, когда я говорю о системе, да, религиозной, это ни в коем случае не говорит о том, что я этих людей не люблю, это не об этом, вообще речь как-то говорила о людях, нет, о системе, о силе, которая, вот, как в Библии написано, что, как же правильно, злобы поднебесные, то есть, мы боремся с седми, мы боремся не с людьми, не с кровью и плоти, у нас борьба происходит, я такой же, как и ты, я такой же, как люди, которые нас слушают, со своими же, проблемами, со своими, какими-то вещами, то есть, и бороться нужно, не друг с другом, бороться нужно, как бы, с вещами, которые мешают тебе, реально, видеть Христа, отлеться от этого, от всего, ну, вот, такое, скажем так, если универсальное средство, сказать, по нашему вопросу, вот, реально, и об этом всегда говорит и системная церковь, смотри на Христа, не обращают на эти вещи, внимания, смотри на Христа, смотри на Христа, но при этом, как бы, ищи людей, которые реально его любят, которых ты будешь понимать, слушай, этот человек реально живет по Божьим, ну, по Божьим законам, по Божьим заповедям, скажем так, в котором реально есть любовь, которая им ширина, а не те, которые просто приняли эту систему, и двигаются по ней, чтобы никого не обидеть, ну, должна быть реально любовь, важные вещи, любовь, и реально Богу там. правильно ли я понял, как бы подытоживая, то есть, ты, вышедший из системы, ты не отвержен Богом, ты не находишься в аду, ты не находишься униженным Богом, но система, она что предлагает, если ты не с нами, то все, тебе хана, тебе, тебе, я опять же не говорю про людей, потому что мы проживая жизнь Христом, мы понимаем, что люби людей, возлюби людей, я ради любви людей, но, даже, смотри, система просто говорит не любовь, она говорит тем, что как бы, ну, она научна, вот, а если честно сказать, да, как бы, опять же, это мой путь, я никого не призываю сейчас прям выйти, куда-то там, пойти, да, мой путь, ну, я за все время, которое я пребываю, я говорю, я не был никогда один, со мной всегда Господь и люди, аминь, потом, и вот этот путь, который я прошел, он, с моим сердцем со мной сделал то, вот, ну, кто меня знает, допустим, кто будет смотреть, и я думаю, что он увидит разницу между мной, так да, и сейчас, контрастно, да, потому что, ну, то есть Господь, он реально меня проводил через вещи, это был путь, это был реально путь, это не просто так, что я вышел, и не знаю, как бы, скитаюсь, как бы, непонятно где, это был определенный путь с моим, с моими размышлениями, с моими, скажем так, слезами, с моими радостями, с моими утешениями, это был путь, ну, вся наша жизнь, это путь, единственное, и самое главное, что, чтобы люди все понимали, которые вот, ну, стоят в этом вопросе сейчас, как бы, видя все эти вещи, выходя из системы, вы не выходите из церкви, вы не отрицаете Христа, вот это, чтобы в вашем сердце было всегда, потому что, никто не может тебя отлучить от любви Христовой, никто, ни глубина, ни высота, ничто, никакие силы, пока ты сам, не скажешь ему нет, поэтому, идти нужно со Христом, просто нужно понимать, если ты выходишь, как бы, нужно понимать, ну, куда, как сказать, даже не куда ты выходишь, а с кем ты выходишь, потому что, куда бы ты не вышел, ну, вот меня, однажды, меня коснулась такая вещь, что, понимаете, Христос даже был в аду, да со Христом хоть в ад, потому что его там даже не приняли, либо он был отправлен, ну, со Христом хоть куда, поэтому, ну, главное, быть со Христом, Главное быть со Христом Поэтому тут момент Дорогие друзья Те кто смотрят нас Не бойтесь Не бойтесь Как бы сказать Иногда может быть Вас посетит такое чувство Бог не принимает меня Бог отвергнет меня Или меня ждет только ад Христос Он заверяет нас Что я не оставлю и не покину тебя Я с тобой до скончания века Дорогие друзья Вы сосредоточьтесь Пожалуйста именно на том Что сделал для нас Христос Где бы вы ни находились Не чувствуйте себя одиноким Потому что он с тобой Он не оставит и не покинет Он держит тебя в своих руках Ты сокрыт в нем И что бы и кто бы не говорил вам Пожалуйста Не бойся Не бойся Не бойся малое стадо Так сказать Иисус говорит Я есен пастырь добрый И овцы мои Слушаются меня И идут за мною За другим не идут Знай дорогой зритель Дорогой человек Брат и сестра Что Бог Он всегда с тобой Он никогда не оставит И не покинет тебя Я сегодня благодарю тебя Саш Что мы сегодня записали Такое обращение Такое послание Это действительно было послание От Александра Я как-то говорил В проповедях Да и в передачах Что уже настало время Нам передавать людям Свои собственные послания И сегодня мы услышали послание Собственно говоря От Александра И дорогие друзья Тех Кого впечатлило Это послание От Александра От Саши Вы пожалуйста Действительно Если посчитаете Правильным Нужным Вы можете Встретиться С дорогим братом Иметь с ним диалог Мы ни от кого Не закрыты Мы не какое-то Закрытое такое Сообщество Или клуб По интересам Мы открыты Для всех Как апостол Павел Говорит что Вы Наше письмо Читаемое Для всех Читаемое Для всех Читаемое Мы ни от кого Не сокрыты И брат Александра Он ни от кого Не сокрыт Он письмо Во всяком случае Читаемое Для меня И я уверен Что И для вас Он очень Интересен Пожалуйста Любите друг друга Друзья Будьте друг другу Интересными Будьте уникальными Не подражайте Кому-то Если и кому-то Подражаете Как Павел Говорит Как я Христу Смотрите на друг друга Все равно Как бы то ни было Через Христа А он Возлюбил Бог Возлюбил Весь мир Любите друг друга Будьте любимыми И до встречи В следующих эфирах Я Такую Внесу Небольшую Ремарку Мы на время Отключали Комментарии Потому что Для меня Честно говоря Было парадоксальным Читать И видеть Комментарии Комментарии От Мужей Божьих Негативного Характера Я Сегодня мы Включили Комментарии Комментарии Будут включены Всегда Вы пожалуйста Пишите Мужам Божьим Я желаю Благословлять А не проклинать Благословляйте Друг друга Благословляйте Людей Мы к этому Призваны Аминь Я в это верю И Делайте Подписывайтесь На наш канал Под видео Вы можете Задавать вопросы Все вопросы Они читаются Нами Но Мы будем Давать Ответы Именно на вопросы На вопросы Относительно Видео Или репортажа Которые мы Засняли Не просто Хаотичного Характера А именно Тематические И какие то вопросы Подписывайтесь На наш канал Ставьте Лайки Тем Кому Не понравились Ставьте Дизлайки Мы Нет Это тоже Ответ Как говорится И Делайте Комментарии Мы Очень рады Что Вы Вместе С нами Мы Благословляем Вас Да Саша Благословляем И всего Вам доброго И до встречи В следующей программе Продолжение следует